здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня продолжают цикл о том как заработать во времена кризиса и к чему надо быть готовым и сегодня о том как заработать во время инфляции дело в том что вот в те самые смутные времена которых были первые два видео когда был переход от социализма капитализму мы столкнулись с ранее невиданным нами явлением таким как не просто инфляция даже гиперинфляция но в первом видео я уже из этого цикла говорил о том что гайдаровская концепция победила и гайдар отпустил цены и цены моментально взлетели и понятно что ожидался социальный взрыв конечно же и понятно что государство сказала но мы увеличим зарплату потому что но действительно там было реально не хватало на самое необходимое буквально там несколько буханок хлеба и все вот поэтому раздали деньги повысили зарплату на 10 процентов что ли вот более-менее люди успокоились на что произошло дальше дальше цена поднялась и было понятно что люди опять возмущаются говорят слушайте но цена то поднялась надо снова повышать зарплату снова повышают зарплату как повышают зарплату да никак просто берут и повышают откуда берутся деньги денег то нет в бюджете и деньги просто были не обеспечены ничем но вот кратце это происхождение инфляции откуда она происходит то есть печатаются деньги которые ничем не обеспечены поэтому деньги моментально обесцениваются то что напечатано и все эти повышения зарплаты они идут после того как цены уже поднялись и к чему это ведет а привело это к тому что но все кто держал рубли естественно эти рубли потеряли как можно было на этом заработать но очень просто на самом деле это снова первая задача была не просто заранее заработать а сохранить хотя бы деньги как минимум сохранить вот но как только это началось естественно сразу у меня уже тогда все деньги которые были там всего-то было 100 с небольшим долларов по моему вот но тем не менее эти деньги у меня были в долларах и отец мой он меня убеждал он всегда любил там сэкономить деньги положить на сберкнижку он копил там на сберкнижку него были деньги но примерно можно было купить машину это 6000 рублей и он говорил что эти доллары это так ненадежно и так далее вот но спустя несколько лет вот эти 100 долларов которые я держал виде 100 долларов стали 6000 рублей ну а его 6000 рублей превратились в ничто собственно говоря вот и машину на них уже точно нельзя было купить к тому времени я уже совершил несколько визитов в бывшие дружеские нам социалистические страны такие как югославия польша венгрия и с миссией помочь населению этих стран как-то сэкономить деньги вот но если вы ничего не поняли то скажу простыми словами мы покупали здесь все что можно было купить здесь не так много это было это были градусники ножницы какие-то шпингалеты скатерти какие-то мясорубки аппараты вот и везли туда там продавали это за бешеные бабки вот разница в ценах было где-то но в югославии например один к тридцати примерно один к двадцати могла вот ну один к пятнадцати вот соответственно дальше искать с каждой поездкой это все уменьшалось с каждой поездкой я видел что внутри страны тех стран которые я посещал они цены менялись внутренние цены очень очень сильно то есть мы ездили где-то я ездил не часто там раз полгода раз в три месяца может быть и я видел что цены растут а почему это было важно потому что смотрите горбачев пришел социализм развала социалистической системы железный занавес падает и те страны которые бывшие социалистически они стали на путь перемен в сторону европы какие страны встали ну вот югославия как раз польша венгрия и так далее и я когда ездил я смотрел мне было очень любопытно то есть я понимал что мы идем тем же путем но по крайней мере мне так казалось что мы идем в том же направлении и что нас ждет и я видел что нас ждет бешеная инфляция поэтому что такое инфляция когда когда цены растут но то есть надо во первых все переводить в доллары и я это делал естественно ну и многие делали в начале когда это только начиналось игрил все в долларах надо и все на меня смотрели немножечко какие доллары четко за доллары мы не знаем что это такое доллары отменят и так далее и так далее но спустя год уже больше населения стало в долларах все значит там держать денежки и так далее потом еще больше ну а потом только ленивый ну то есть абсолютно все в долларах расчеты были абсолютно все машины все цены считались в долларах все в магазинах долларах все писалось недвижимость естественно все в долларах было и так далее то есть произошла долларизация экономики но доллары позволяли только сохранить может быть деньги в долларах а как можно было на этом заработать но смотрите я в то время уже я говорю совершил несколько поездок вот таких я уже понимал что будет инфляция вдруг однажды мне звонит мой знакомый игр слушай юра сбербанк вдруг начал давать кредиты никогда до этого сбербанк не давал кредиты ну по крайней мере наличкой вот то есть там можно было какой-то сказать там диван купить в кредит теоретически но в общем это было не принято и не распространено а тут вдруг сбербанк решил вспомнил что он банком является и он начал давать кредиту населению но начал это делать абсолютно неуклюже и бестолково вот он говорит мой друг звонит и говорит слушай можно взять кредит там под какие-то совсем низкие проценты 7 процентов годовых кредит можно взять под 7 процентов годовых и под что можно взять ну как какой нам кредит если мы там то ли студенты то ли где-то еще только закончили институт вот я уже не помню но 7 процентов годовых и поручителем может быть любое физическое лицо только не ты сам и все причем можно было сделать так что я ручаюсь там за серёгу серёга ручается за меня и серёга и я получаем кредит что мы в общем то и сделали мы взяли в кредит по 300 рублей тогда 300 рублей это было примерно то где-то 2 месячных зарплаты средних и денег то у нас не было я вообще не не представлял как я буду отдавать но говорю ну слушай но под такие проценты брать надо потому что я понимал что будет бешеная инфляция там процентов 200 300 точно будет вот но я немножечко ошибся конечно процентах проценты были намного выше не 200 300 процентов там гиперинфляция была поэтому спустя года а в промежутке мы должны были поплатить проценты только проценты тела не гасить не так как сейчас и спустя год вот эти 300 рублей которые мы должны они уже становятся с ну вообще смешными деньгами это один поход в магазин вот ну ну просто вот ни о чем вот и мы пошли и со смехом конечно же расплатились кредитом и спрашиваем а можно ли еще взять через год вот и сбербанки говорят да можно вы хорошие такие заемщики возвращаете кредит у вас кредитная история классно вот но к сожалению сейчас уже таких условий нет сейчас условия значительно ужесточили сейчас уже под семь процентов вы точно не возьмете 12 а сколько можно взять спрашиваем они так 6000 мы такие идиот подписываем договор серега ручается за меня я ручаюсь за серега сто процентов по 6 тысяч берем это уже были большие деньги 6000 рублей это уже было там ну там три-четыре зарплаты наверно месячных вот тут я уже думаю блин как бы нам не пролететь с этим делом то вот но государство сказать с гиперинфляцией все нормально было в прошлом видео я рассказал про деноминацию деноминация попала как раз на этот период и там вот эти вот деньги превратились в каких-то вот там ну вот кто-то написал что три нуля зачеркивали значит вместо 6000 рублей 6 рублей надо было отдавать там ну мне кажется почему то что 60 копеек надо было да все таки почему то мне кажется что четыре нуля но деньги были абсолютно смешные но вот эти вот 6000 рублей которые несколько зарплат месячных мы брали они превратились буквально через год ну там эта стоимость нескольких листочков бумаги и когда после динаминации это вообще стало вот ну какие то вот ничего и наступает время срок платить этот кредит даже и в общем сказать было смешно честно говоря мы даже не дошли потом через там какое-то время то ли год через то ли два пришло письмо что значит там типа у вас не погашенный кредит там типа в 60 копеек пожалуйста придите заплатите хотелось даже это сама сохранить это в рамочку но в общем благополучно это все забылось вот да а когда вот наступило вот это время сказать но платить уже по кредиту и там сказать ну типа давай еще следующий возьмем уже все уже сбербанк давал кредиты не так бодро и не по такие проценты проценты уже были 10 процентов в месяц и сроки кредиты были не на год а на три месяца вот и после динаминации то извините инфляция сильно опустилась она уже не было там 400 800 процентов а была уже там типа 40 процентов а 10 процентов в месяц это как минимум 120 процентов годовых и эти проценты мы уже не брали вот серега брал он занимался коммерцией а я уже нет он серега брал под коммерцию что можно было делать еще во время инфляции смотрите но чем хороша инфляция тем что все ускоряется все очень очень сильно ускоряется все процессы ускоряются то есть смотрите вот если помните я говорил про как то как растут деньги и там все зависит от количества оборотов так вот люди брали кредиты под торговлю под 10 процентов в месяц до брали вот на этот кредит они покупали товар товар быстренько продавали за там ну в среднем 10 дней было срок оборачиваемости капитала вот то есть берешь сказать на базе где-то там распродаешь потом снова берешь оптом снова распродаешь средняя наценка была где-то в районе тоже там 12 14 процентов но вот серега этим занимался если сделать три оборота в месяц то один оборот в месяц ты работаешь на то чтобы отдать кредит еще два оборота чистая прибыль вот таким образом серега работал и он что-то лет за пять он занимался оптом искать оптовой продажи продуктов всяких там вот и пиво он лет там за пять десять наверное сначала начинал с кредитов потом начал оборачивать свои деньги и так далее так далее так далее но в конце вот этого периода у него было активов где-то ну на несколько миллионов долларов которые в один прекрасный день у него украли вот такой бизнес был да у него просто целый огромный ангар продуктов товара просто вывезли за одну ночь и все утром ангар пустой вот там было товара ну больше чем на миллион долларов вот такие пироги были что еще можно сказать смотрите а в период инфляции вот абсолютно четко все как на бирже смотрите давайте еще раз вернемся к вот той истории с кредитом то надо было делать в месяц мы совершаем три оборота каждый оборот по десять процентов мы самое главное делаем что делаем какой-то бизнес с тем чтобы он обгонял уровень инфляции и при этом мы вкладываем не только свои деньги и кредитные но как бы кредитные и мы отдаем часть денег за кредит часть денег остаются нам повторяю еще раз серёга за какие-то пять лет вот на этой схеме заработал сначала кредитные деньги потом свои 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 больше и так далее они росли прямо вот по экспоненте все по классике больше миллиона долларов и вот прямо вот один в один это как бы как на бирже все на бирже мы тоже считаем смотрите есть ставка рефинансирования она сейчас там 7 процентов годовых ставка рефинансирования есть ставкой кредитные ну скажем там 16 процентов годовых на бирже запросто вот любой человек вот пока до нового года может взять кредит под 16 процентов годовых в размере в 10 раз больше чем его собственные средства пожалуйста и если находится какой-то инструмент который будет расти ну то есть вот я говорю что вот этот инструмент вырастет и тогда этот инструмент можно взять в кредит и собственно говоря на кредитные деньги заработать в 10 раз больше грубо говоря чем заработал бы на своей вот если вы помните были у меня искать небольшая серия видео акции которые не могут не вырасти это было значит расчет на дивидендное ралли я посмотрел на те акции которые по которым будет выплачен максимальный дивиденд вот и я сказал что вот эти акции однозначно вырастут это были насколько я помню сургут нефтегаз привилегированные вот и там просто было уже совет директоров прошел и я говорю ну смотрите вот они совет директоров прошел известно дата отсечки известно когда будут выплачены дивиденды известно значит что перед дивидендной отсечкой акции должны подрасти значит я говорю вот они должны вырасти да конечно если бы я знал до совета директоров что-то сказать там будет конечно я бы заработал больше но здесь я сказал что надо вот купить плечом я пока я купил с максимальным плечом там на 400 тысяч и соответственно вы могли это наблюдать все это в динамике и акции выросли но я говорил что они будут расти вплоть до даты отсечки нет этого не случилось они начали падать за неделю до даты отсечки я с успехом это дело закрыл получил 6 процентов на этом деле и закрыл вот такая простая арифметика понимаете вот который меня научили вот эти вот кризисные явления как работать в кризисе это меня научила что меня научила меня научила то что я стал предпринимателем то что я стал быстренько соображать и ориентироваться очень быстро важно ориентироваться в ситуации понимаете то есть вот я нахожу на смотреть я сравниваю значит там есть ставка кредитования и значит там процент роста за неделю я беру ставку кредитования 16 процентов годовых делю на 365 дней получаю сколько я плачу за день и скажем если я вот то есть я прям проследил там сказать ну вы увидите это видео пожалуйста вот она то есть простейшая вещь и если доходность от этого оборота вот от одного оборота больше чем платежи по кредиту за это же количество дней прям по дням считать вот то все вот она простая наука как заработать на скажем инфляции ну то есть с биржи прямая связь друзья мои на надо просто этим заниматься надо открывать брокерский счет если у вас еще нет брокерского счета ссылочка под видео демитков юр точка ком там модельный портфель как открыть просто брокерский счет и биржа для чайников как научиться торговать вы точно научитесь вот это вот но не хитрой науке здесь ничего сложного и друзья мои еще очень важно если вы ждете что будет кризис то смотрите доступ на биржу то есть брокерский счет вам очень сильно поможет быстро сориентироваться вы на бирже сможете моментально купить доллары причем если у вас например есть деньги на тысячу долларов а вы видите что ракета вы можете купить с кредитом 1 к 10 то есть вы можете купить 10 тысяч долларов продать их например через месяц и получить прибыль это то что надо было делать в 2014 году но об этом будет другое видео а сегодня все надеюсь вы поняли что можно заработать на инфляции мы приближаемся к другим этапом нашей жизни к дефолту к кризису 2014 года что надо было там делать как зарабатывать и сегодня я рассказал о том как надо зарабатывать во время инфляции то есть быстро избавляться от рублей вкладывать их в их активы которые растут быстрее чем скорость инфляции здесь ничего простого сложного а вот в чем будет заключаться грядущий кризис мы уже постепенно будем продвигаться какие варианты могут быть и к инфляции все привыкли все знают уже что надо в доллар вкладываться так вот друзья мои дефляция это будет пострашнее чем инфляция если она будет я надеюсь что этого не будет какие-то признаки надвигающегося кризиса уже есть я неоднократно говорил что ребята вот 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 это вот не делайте вот это не делайте не слушают хорошо не слушайте будете жалеть если не открыли брокерский счет и не остались подписчиках на моем канале не поставили колокольчик все до свидания до встречи с вами был демитков юрий поставьте пожалуйста лайк